ну что ж всем добрый день надеюсь у вас все хорошо и вот очередное прямое включение из ретритного центра алмазной горы и очень рада быть здесь и только что дженнис провела для нас прекрасную медитацию и это восхитительная возможность порадоваться тому что у нас есть досуг и удача чтобы быть здесь не слушайте проживать эти учения и без дальнейшего промедления я хотела бы представить гешу майкла ротча нашего дражайшего учителя и поблагодарить за еще один прекрасный день здесь в алмазной горе и за эти прекрасные учения ламрим и ну что ж доброе утро очень рад вас видеть итак давайте все же начнем собственно ламрим вчера я над ним поработал и я разбирался в том где мы с чего мы начали если вдруг вам было любозна любопытно и мы начали в 2010 году в последний день года 31 декабря первое занятие прошло как раз 31 декабря итак в оригинальном учении 24 дня учений и мы прослушали 21 застрой 23 и 24 и завершили часть которая касается медитации а затем мы начали сначала и пошли уже в хронологической последовательности и мы уже подбираемся с вами к последнему дню это примерно 22 день оригинального учения мы уже с вами совершили сорок 7 за 14 лет вау и я проверял если мы обратимся к известной книге цонкапа по пустоте вместо того чтобы рассматривать ламрим в разрезе пустоты я подумала не будет ли это гораздо дольше и оказалось что они примерно одинаковой длины если мы изучим пустоту из большого ламрима ламрим ченмо или известные учения пустоте нагарджуны и чандра кирти это примерно одно и то же время примерно 19 лет и я подумал что вы можете прийти в дом престарелых меня навестить не знаю даже если вам такая идея подходит то мне тем более и и эта книга это комментарий на произведение чандра кирти жившего примерно 1300 лет назад он написал книгу под названием вступая на срединный путь и в этом случае срединного пути это коренной текст и это его самая известная книга иногда ее называют просто мудрость люди более длинное имя использовали я думаю что нагарджуне это бы не очень понравилось он был скорее похож на артиста исполнителя рэп из его поэзия прекрасно она очень короткая очень загадочная и чрезвычайно глубокая и мы изучали также и другой комментарий авторство чё не ламы осенью мы читали комментарии чё не лама к нагарджуне и я подумал что мы можем просто продолжать когда вы когда у вас уже сильная запущенная стадия рака вам по утрам делают инъекции сильно действующих средств морфина или чего-то подобного и наше учение они подобны этому пару раз в год вы получаете сильную инъекцию такие такой мудрости мы почти завершились чё не ламы с комментарием на оригинальный коренной текст нагарджуны и сейчас чандра кирти вступая на середины путь книга называется мудрость когда мы говорим срединый путь в этом случае мы имеем в виду книгу мудрость пражна парамита вероятно это величайшая книга и чандра кирти это вторая величайшая книга оценка по этот 3 так что вы все три получите я думаю это будет здорово и будет очень увлекательно я бы хотел именно так это сделать на самом деле у вас особого брата уже нет хочу проверить насколько далеко мы уже забрались в лам риме по бонг кирин паче есть глубинная связь лу джонг по бонг кирин паче один человек записывал его учение и это был тренджан крим паче учитель моего учителя младший ученик далай ламы и эта книга то что мы сейчас изучаем я думаю что это величайшая когда-либо написанная книга по-тибетски я честно говоря не думаю что еще когда-либо будут книги подобного качества потому что язык разрушен никто не говорит по-тибетски более ну кроме меня и это довольно смешно забавно кеши латар совершал молитва долгой жизни для меня здесь и я лежал на полу мне было очень больно и и я сказал мне нужно в больницу два часа ехать он говорил ну подожди мне надо завершить молитву я говорил сказал я буду первым человеком в истории который помрет во время совершения молитвы долгой жизни меня затем отвезли в больницу и провели операцию когда я вышел из наркоза посмотрел увидел что надо мной склонилась женщина тибетская и такой вот и сказал как вас зовут и она сказала я цели это означает долгая жизнь и это имя собаки вечный того как зовут собаку в книге как работает йога и я спросила кто вы она сказала я ваш врач я такой а ну да точно а сколько тибетцев тусоне живет она сказала два а ну конечно ответил я и и мы начали говорить по-тибетски и она сказала у вас прекрасный акцент его больше ни у кого нет этого больше не существует никто не может говорить на этом языке в некоторых странах этот язык звучит одним образом а в других иначе но никто больше не говорит по-тибетски и это мы сегодня то что мы изучаем это действительно величайшая книга написанная пустоте и и это прекрасный тибетский и это просто невероятное творение если вас интересует тибетский то это хорошая книга хороший материал и вордсмит может вам помочь он проводит прекрасные занятия не знаю как он обучает тибетскому но те кто у него учатся изучают быстрее лучше чем мои студенты так что эти занятия бесплатные пожалуйста приходите и и я всех призываю читать по-тибетски вы можете изучать санскрит я также изучал санскрит 12 лет у великого ученого но я его почти никогда не использую поскольку 99 процентов книг вы были уничтожены в индии в 800 году вы можете изучить санскрит но нет нечего почитать на санскрите он почти ведь полностью исчез мы изучаем смешанных орешках занятиях сен за башни сен заня в основном это в книге сейджи руководство к образу жизни бодхисаттвы и это прекрасный санскрит автор санте дева и кристина кассика где ты она тоже ведет занятия санскрита кажется каждую неделю начиная с июня в этом году но ее учили в гарварде это не так хорошо как принстон но тем не менее итак я буду читать по-тибетски чтобы у вас отпечаталась это в мир и и я в целом в среднем думаю что мы сможем закончить в этом году потому что каждый ретрит мы примерно два дня разбираем и в принципе мы не торопимся мне очень нравится читать эти произведения вместе поэтому пожалуйста расслабьтесь и получите удовольствие что влом время хорошо вам не нужно ничего учить вам нужно просто быть открытым и он все равно проникнет вас хотите вы того или нет я буду использовать некоторые и дима это изображение для того чтобы вы могли запомнить идеи у меня есть картинки которые вам помогут запомнить важные идеи и я их называю идея имиджи с картинки с идеями и дима сокращенно не идиоты я надеюсь что у нас все готово тем мало да означает сохраняйте свою привязанность к учителю вы знаете я занимаюсь дарва бизнесом уже 50 лет я видел все типы учеников тысячи некоторые из них просто постоянное беспокойство и они все время так лама 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 и они даже не знают как мыть посуду а есть другие ученики которые привет без майкл давайте чего-нибудь сочинить и они моют посуду и мне больше нравятся вторые я думаю что вот эта идея с супер простираниями мне лучше чтобы помыли мою посуду чем утомленный человек какой-то рядом был со мной нет но в принципе оба нормально но нужно преподносить делать подношение мне не нужны вещи мне не нужны деньги у меня столько вещей в доме я уже борюсь просто с тем чтобы избавиться от них но служить в алмазной горе помогать здесь это прекрасный вид подношения установите хорошие увлекательные взаимоотношения со своим учителем причина по которой у вас есть учитель это том что вы сами то плохи не расстраивайтесь если вы не очень хорошо себя ведете по отношению к учителю это нормально если бы все было хорошо вам бы не нужен был учитель понимаете так что не расстраивайтесь одно дело это плохо себя вести другое дело это расстраиваться по поводу своего плохого поведения давайте просто будем получать удовольствие никто на самом деле не может правильно идеально служить учителю иначе бы им не нужен получитель поэтому просто старайтесь делать максимально хорошо и получайте удовольствие и кстати у всех есть большая поломка если можно так сказать не волнуйтесь в жизни в вашей дарма жизни у вас будет два три очень больших таких провала поломки не волнуйтесь у нас у всех это есть можете похвалиться этим его сферах адов так что мой учитель давал нам обеты алмазного пути в вирджинии и там одна из дам предложила ему дом и он посмотрел на меня я так мы сможем его потом продать и он такой нет оставьте себе мне не нужен дом и мы вместе готовили ужин что-то нарезали и затем она сказала вы нам даете обеты алмазного пути он сказал да именно так а а я кое-что слышала о них сказал что я слышала что если вы их наружите то вы отправляетесь в самый низший ад он сказал да это так она сказала то может там лучше тогда не принимать эти обеты не отправляться в самый низший ад сказал так вы в любом случае отправитесь в низший ады все там будут и она так у нее такое выражение лица было она была каким-то серьезным профессором все больше не скажу ничего потому что знаете кто это и на такого а он говорит да когда вы туда отправитесь и встретитесь со всеми то вы можете сказать я здесь не потому что я кого-то убила или воровала я здесь потому что я нарушила свои обеты алмазного пути как бы там ни было хорошенько получите удовольствие сло джонг и это означает постарайтесь запомнить то что вы слышите на занятии очень здорово совершать ретрит здесь потому что все пытаются здесь контролировать себя после занятий в кафетерии например нет ну ты вас вы пожалуйста вперед идите нет вы а затем вы добираетесь до самолета и обо всем забывайте но старайтесь как можно лучше возьмите с собой то что вы услышите используйте это в кафетерии посмотрите и продержится ли этого пока вы едете по ту сону сфокусируйтесь на трех вещах получайте удовольствие радуйтесь лоджонгу и постарайтесь помнить когда доберетесь домой далее он говорит покажите пожалуйста вот то изображение дамы и это значит насладиться трапезой насладиться занятием насладиться лоджонгом насладиться вкусом и не слишком серьезно все принимать я заметил что слишком серьезные люди обычно терпят неудачу поэтому просто расслабьтесь если вы можете посмеяться над собой то у вас получится и это здорово это вы забавны итак следующее изображение это олицетворяет три двери за 0 долларов что это за дверь и тело речи ум и так так это наверное альдо да я сегодня с альдо встретился он такой упитанный наверное пропустит пару трапез ближайшие недели делома шапа означает что вам были даны тело рот и ум когда вы вступили в этот мир используйте их они называются тремя дверьми это единственный способ вам выразить себя вы можете совершать поступки по отношению к другим людям руками можете говорить ртом обращаться к другим людям и вы можете думать мысли и он говорит дел вам а шапа это дел который у нас в дел джо что это досуг и удача дел это означает не позволяйте своему телу речи уме ну просто пребывать используйте их и пусть они не без действий пребывают переводчики спокойно я вижу что вы страдаете я сейчас замедлюсь это хорошая идея показать мне их чтобы я их увидел извините если я быстро говорю дел вам а шапа означает используйте эти три двери не позволяйте им просто бездействовать вы были с ними рождены используйте их что делала кул это что кул вы когда-нибудь с ослами работали ну с настоящими ослами я имею ввиду я был бойскаутом в аризоне в горах подобным тем в которых мы находимся и у нас были мулы нам нужно было их нагрузить и пойти с ними в поход на пять дней а они очень упрямые и вы не можете за ними стоять потому что они вас ногой могут копытом лягнуть и сломать вам ногу и они просто не двигаются вы можете на них кричать можете бить они такие и это самые упрямые студенты которые мне попадались поэтому вы можете говорить так для своему ученику так давайте мыть посуду они могут так расслабленно сидеть и кул означает заставить сделать что-то заставить осла выполнить работу это прекрасное предложение и я не знаю сколько времени потребовалось три джангу ринпоче чтобы записать это занятие эту лекцию и я не уверен даже что лекция была настолько хорошей насколько же и записанный вариант ему должно быть потребовалось 10-15 лет и именно поэтому я думаю его сделали учителем далай-ламы поскольку он был книга которую он записал была просто потрясающей и это типичная одна строчка мы говорим что это одна строка которую вы можете всю жизнь с собой нести и это означает хорошие физические поступки которые вы телом совершаете не ограничиваются чак и колл чак цел означает простирание а корва означает проходить вокруг святого места это традиция мы можем совершить прогулку вокруг ступы обойти корва и это хорошая традиция обходить вокруг ступы и он говорит хорошая карма физическая не ограничивается лишь простираниями и обходом ступы это скорее если вы говорите о добродетели или хорошем поступке первое из ваших трех дверей выражение это вашем теле он говорит что сидеть прямо это хороший поступок поскольку ваша правда будет протекать легче и это очень интересно все так сразу выпрямляются и я знал что это последует поэтому я сразу сел прямо чем его сам означает просто обращайте внимание на то как вы сидите у меня есть новый друг в римру из римрок который сидит постоянно вот так сгорбившись нет вам нужно выпрямить спину мне нравится прямо сидеть на стуле не облокачиваясь на спинку это помогает вашей брани вашему уму это сохраняет ваш ум более ясным ваша практика будет лучше если ваша поза прямая и он говорит что вам не обязательно совершать простирание чтобы совершить хороший поступок физически вы можете просто сидеть прямо это хорошая физический карма сидеть прямо помогать вашей брани двигаться гладко и свободно и тогда вы сможете лучше фокусироваться и кстати это гораздо проще если у вас нет избыточного веса я думаю что мы как-то и об этом можем поговорить есть легкие способы не обретать избыточный вес здесь сун означает начать с этого и затем пойти выше луки гева это хорошая карма физического тела вам не нужно не нужны деньги вам не нужно спасти человека от несчастного случая автомобильной аварии вам просто нужно сидеть прямо чтобы ваша прана протекала легко это уже хорошая карма нам нужно вся хорошая карма которую мы только можем добыть поэтому если хорошая карма получается лишь от того что мы сидим давайте это сделаем давайте воспользуемся этим следующая картинка и это не знаю это очень крутая часть он к лоджонг у нас толкает и три чанг ринпоче очень большим фанатом лоджонга был я читал его биографию у него прекрасная биография один из моих учителей шерпа ринпоче в линии передачи ваджра юги не перевел эту биографию на английский так что если у вас есть время это прекрасная книга биография три джанга ринпоче вы можете купить ее на амазон и он преподал этот лоджонг несколько раз в своей жизни он совершил до большие дал большие учения по книге которую переводит сейджи и он создал прекрасные комментарии очень красивый и он был в тибете и видел как и видел как погибли миллионы людей он и он был одним из руководителем правительства и он говорит об этом в лоджонг он говорит нам необходимо применить лоджонг мы не можем ненавидеть других людей нам нужно практиковать лоджонг и это невероятно что человек пережившие такое кто видел миллионы людей гибель миллионов людей это просто потрясающе то что он написал этот лоджонг он практиковал его постоянно и он боролся с тем чтобы не возненавидеть людей это очень мощное учение он он сказал как только вы сможете различить дра и нен что такое дра чонба это архат разрушитель врагов дра означает враг а нян означает друг когда как только вы поймете как только вы начнете различать людей на тех кто вам нравится и кто вам не нравится это будет означать что вы провалились в лоджонге если вы в деле лоджонга практики и говорите мне больше нравится этот человек и меньше тот то вы уже потерпели неудачу и знаете мы все так поступаем вы не можете этому воспрепятствовать и я не могу но нам следует пытаться это лоджонг это тренировка ума сэм джонг рису чепа означает как как сегрегировать как это это мои друзья это не мои друзья это такое предубежденность это про это анти лоджонг сэм чэн дан и иногда сэм чин означает живое существо иногда это означает страдающее живое существо в значении не будда иногда в разговорном тибетском это означает животное и здесь он говорит это также противоречит лоджонгу если в своей практике вы различаете проводите различия между людьми и животными это очень мощная идея никто бы не подумал отправиться в магазин и попросить набор человеческих пальцев или окорок но мы почему-то по поводу животных так не думаем и он говорит что это предубеждение в лоджонге все живые существа должны трактоваться равно вне зависимости того животное это или человек в лоджонге мы должны равно относиться к ним мы не можем есть пальцы одного и не есть пальцы другого понятно и я думаю что через десять пятьдесят лет будет просто отвратительно заказывать части животных в магазине и люди будут шокированы если вы пойдете в магазин и попросите чьи-то пальцы лапы животного поэтому не имейте никаких предупреждений против животных и людей которые вам наносят вред лоджонг для всех лоджонг чекава даргг юн там че ла кьяпа означает что ваша практика лоджонг должна быть универсальной и помогать всем живым существам включать всех тэйн лэ означает из глубины вашего сердца лоджонг это глагол выполняйте лоджонг продолжайте практиковать и кстати джонг подразумевает два момента первый у вас нет сейчас его поэтому вам нужно джонг то есть сейчас у вас нет лоджонга естественным образом у людей его нет вам необходимо его практиковать и тренировать именно поэтому это называется развитие доброго сердца вы можете назвать это ментальной тренировкой я возражаю против такого перевода это кажется как выглядит как промывка мозгов но на самом деле это означает развивать доброе сердце герси чикаго жил в тысячи сто первого по тысячи сто шестидесятых сейчас герси это ученая степень а в стародавние времена это означало великого мастера и он очень интересный геша потому что примерно 400 лет спустя после того как лоджонг возник он открыл его для изучения и это именно потому что мы изучаем именно поэтому мы изучаем лоджонг поэтому он очень особенный почему почему в секрете держался лоджонг павлины кто-то ответил иногда я не даю деньги но если человек ответил так что это заслуживает награды то 100 долларов можете меня пригласить на обед в тусоне не забудьте об учителе и так он именно тот кто открыл лоджонг для изучения и мне нравится эта идея с павлином потому что иногда иногда я избегаю проблем например есть ситуация в организации сейчас у нас 41 организация и всегда постоянно проблемы где-то есть они просто качают из одной организации в другой особенно финансовые сложности и вы знаете дедушка преследует проблемы и мне нравится их избегать и говорить слушайте дайте мне уже отдохнуть дайте мне 6 месяцев не заниматься фандрейзингом но если вы павлин то предполагается что вы ищете проблем вы их преследуете поэтому не знаю это какое-то проклятие если вы начинаете вступаете в бизнес лоджонг то вам нужно преследовать проблемы искать их и вставать каждый раз когда появляются проблемы говорить я здесь да хорошо давайте еще пару еще больше проблем с фандрейзингом на эту седую голову и вы будете искать проблемы и это тот самый яд которым питаются павлины если вы хотите и кстати не решайте быть легким практикам лоджонг вы можете сказать так в следующей жизни буду практиковать обещаю гешила буду практиковать в следующей джинни посмотрите вот и если вы хотите это сделать в этой жизни вам нужно быть павлином и думаю это очень тяжело это утомляет каждый раз когда вы добираетесь до вершины появляется еще одна проблема и вы говорите я даже не знаю как у меня и так уже проблема 300 человек и появляется еще одна ладно я я тебе я позабочусь и думаю что вам необходимо понимать пустоту чтобы выжить как павлину и это значит что вы должны понимать что каждая проблема с которой вы когда-либо сталкиваетесь происходит из вас иначе вы сломаетесь и вчера у нас покончил жизнь самоубийством молодой человек мы пытались помочь такое случается такое случается вы стараетесь изо всех сил сделать максимально наилучшее и помочь людям и думаю если вы не понимаете что проблемы происходят из вас вы сломаетесь вы не сможете я думаю что если вы собираетесь заняться бизнесом павлинов и помочь людям то вы должны понимать ручку и вы должны понимать что этот человек происходит из вас и это отражение вас и если вы это понимаете тогда тогда вы не убегаете от проблемы очень легко проигнорировать если вы бы даже не заметили могли бы проигнорировать если множество зданий здесь загорится но павлин должен вставать и говорить я здесь что я могу сделать и это не значит что у вас всегда когда получается помочь но вы просто всегда продолжаете оставаться павлином и способ выжить павлину это понимать что все происходит из вас это единственный способ и если у людей нет такого понимания пустоты то вам не нужно обучать их лоджонгу потому что тогда без понимания они будут пытаться помогать людям они сломаются единственный способ соответствовать образу павлина и стандарту это понимать откуда все происходит вы не должны исправить всех поломанных людей в мире вам нужно исправить починить лишь одного человека и это уже более посильно это уже можно сделать и есть фото этого молодого человека если вы хотите помолиться за него итак наша следующая картинка динамит джонгпагон означает что я хочу чтобы вы практиковали поддерживали свою практику лоджонг означает особенно с врагами а санскрит санскрит санскритское слово для дра арди кто это сказал и не знаю даже заработал ли он 100 долларов ладно так и быть 100 долларов он обычно аль да очень легко ведь приглашает людей на ужин и он происходит также из арди хан архат происходит из глагола хат что означает убивать и это разрушить архат разрушитель врагов и он в английском используется этот корень в слове ган пистолет ваша практика лоджонг лоджонг ее нужно усиливать с врагами что означает ну практика лоджонг она очень похожа на шизофрению знаете и вы так думаете о этот человек меня сильно раздражает да мне нужно побольше больше времени с ним проводить да нет ну что за пять а может мы в следующем месяце может будем практиковать лоджонг вообще мы обязаны это делать и сердце ваше так ай ну да на самом деле мы должны лоджонг лоджонг с врагами нужно практиковать вы не можете его практиковать если избегаете своих врагов вам нужно с ними сидеть рядом в кафе сейчас мы посмотрим теперь мы увидим кто будет рядом с кем сидеть ладно ну я шучу конечно сложно быть постоянно терпеливым по отношению к врагам и он также говорит что необходимо быть чрезвычайно осторожным с лоджонгом кармически с теми кто вам не нравится и с теми с кем вы близки например с членами вашей семьи с теми с кем вы работаете с теми с кем вы 41 организацию контролируете и затем он говорит ПАМА отец и мать я не буду повторять известный пример который у меня есть я пытался учить тибетский и для этого необходимо пройти устное собеседование и знать хотя бы что-то по-тибетски и мой лама один из моих учителей который хотел чтобы меня приняли а я лишь начал на прошлой неделе изучать тибетский и он мне позволил прийти на экзамен и там такой большой такой преподаватель и мой учитель говорит мы спросим тебя разные слова по-тибетски если ты сможешь ответить мы примем тебя на это занятие это было занятие по курс по шантидеве 50 лет назад он сказал ты готов я сказал да он сказал ПАМА папа и мама он сказал прошел тест дан ПАМА означает родители и они важные объекты для лоджонг шакроп шакроп означает соседи шак это тибетское слово особенно для монахов для тех кто живут в одних общежитиях в одних комнатах в монастыре судуку тим тут сукул вы знаете сукул есть пять великих книг в курсе геши 25 лет изучать их нужно первые 12 лет это одна книга написанная сангой и это та которую переводе переводим его книга ей примерно это примерно 300 3000 на тибетском на английском это 24000 страниц примерно к тому моменту как он закончит этот перевод он будет уже стариком и это комментарий к Майтрея совершенство мудрости он просто огромен иногда у них появляются дети и суркул означает это какая-то избранная тема одна из этих избранных тем это колесо жизни например в оригинальном исходном тексте это лишь одна строчка а затем вы ее берете и из нее составляете 500 страниц текста это называется цуркул и здесь это используется в разговорном стиле и это одно из величайших примечаний и примечательных моментов и так суркул означает извлечь какую-то часть и отдельным образом с ней обращаться обращайтесь с вашими родителями ламой с особой заботой когда вы практикуете ладжонг эти категории людей получают от вас особое отношение то ли потому что они являются высокими кармическими объектами или потому что вы их ненавидите и будем надеяться что никто не попадает одновременно в эти две категории так дальше тим когда мне уже заканчивать в семь пятнадцать кажется есть вот обратный отсчет у нас тут отлично последние 15 минут мы посвятим ответу на вопросы если у вас есть какие-то вопросы мне все равно мы именно поэтому в курсе геши мы учимся дебатировать на любые темы мне нравятся сложные вопросы которые вводят в замешательство итак вот этот парень на картинке не позволяйте тому чтобы ваши личные обстоятельства воздействовали на вашу практику ладжонг если вы банкрот то ваша практика должна быть изобильной если вы сегодня альдо богаты то ваша практика должна быть изобильной есть у вас деньги на этой неделе или нет и кстати на правах старика скажу вам как только у вас появляются деньги они исчезают каждый раз когда вы думаете что денег нет они как-то приходят появляются поэтому не волнуйтесь просто сохраняйте практику ладжонг если вы умрете и вы или умрете или получите деньги так что не беспокойтесь и здесь есть цитата мне нравится находить цитаты и это может быть просто традиция то дран означает если ваш живот полон и когда вы сидите на солнышке в прекрасный день это значит что когда все хорошо когда у вас живот вот желудок полон и солнышко выглядывает из-за туч и вы выглядите как практик это дарма черпа это практик дхармы а потом когда внезапно какие-то сложности проблемы возникают жизни и вы теряете свою вот эту духовную налет духовности и говорите чёрт не будьте таким не радуйтесь когда все хорошо потому что все хорошо не длится долго и не расстраивайтесь когда все плохо потому что это также не длится долго если вы в дарма бизнесе уже 50 лет то вы рано или поздно в этом разберетесь тяжелые времена не длятся вечность у нас были огромные сложности и прекрасные времена тоже не длятся долго лоджонг это сохранять постоянство плохое пройдет и хорошее тоже пройдет просто сохранять и стабильность тапар ма са о чо тапар ма са о чо тяанг раан ше ки тю ньи дю бе че ду че бе ки цей ди пе че ду че ду чо ва ми рик те он говорит причина по которой вы сидите сейчас здесь на занятии ламрим это то что вы хотите изучить что-то более высокое не просто не превращайте дарму в бизнес в повседневную какую-то обязанность сохраняйте ее чистой высокой используйте ее для того чтобы помогать людям не используйте для того чтобы зарабатывать деньги или каких-то более низких целей не то чтобы это было плохой карма это просто то же самое что короля нарядить в розовые теннисные туфли это не не подобающе можете ли вы представить себе короля чарльза в розовых теннисных туфлях ну кстати не знаю не используйте высокую дарму в каких-то глупых целях чтобы подзаработать это не сочетается не подходит и затем есть известная видите вот в рамке в следующей жизни а не в этой дарма скорее чем все остальное и чувство по отношению к другим скорее чем книга это вот три своеобразные максимы практики лоджонга первое это у вас не будет проблем если вы будете использовать дарму в заработке денег или в чем-то если вы фокусируетесь лишь на следующей жизни на большой картине вы не продадите дарму потому что деньги они нужны для этой жизни какие бы деньги вы не собрали в этой жизни все отменяется с вашим последним вдохом и более не имеет никакого значения если вы фокусируетесь на более высоком например у меня есть миллион жизни мне надо потрудиться мне нужно помогать людям миллион жизни то тогда вы не слишком будете волноваться об одном отрезке в сто лет и не слишком будете переживать об этом и вы даже вам даже в голову не придет собирать деньги в эти 50 или 25 лет которые вам остались в чем смысл у вас еще миллиарды жизней над которой нужно потрудиться в чем смысл в чем смысл подсобрать еще несколько сотен долларов да так что если вы фокусируетесь на всех жизнях то у вас не будет этой проблемы слишком серьезно относиться к деньгам они вас все равно покинут рано или поздно в тибетском есть шутка да деньгам придется искать нового владельца ой стэдли умер да а куда ж теперь отправиться его банковский счет не знаю теперь ему придется найти кого-то еще банковские счета все время теряют своих владельцев банковские счета очень одинокие существа им постоянно приходится искать себе новых владельцев так что если вы фокусируетесь на всех своих жизнях то вы не слишком серьезно будете относиться к деньгам в этой жизни тогда вы не будете портить намеренно дарму использовать ее в каких-то целях скорее дарма а не мир и каждое утро у меня это я чувствую себя как классная такая школьница очень популярная люди меня постоянно атакуют постоянно хотят моего времени моего времени практики это ужасная настойчивость иногда даже не очень приятно они берут так прямо сейчас мне должны уделить время я говорю извините но сейчас у меня время для практики я ничего не делал в это время другого и тогда и люди продолжают такие агрессивные настойчивые атаки на мое время я так ладно мне все равно тяните столько волосин сколько хотите из меня это неважно уже вам вам необходимо защищать свое время практики вы никому не помогаете когда отдаете свое время практики сохраните его для себя я всегда говорю людям 11.01 мои двери павлина раскрыты вы можете прийти раскрыты на распашку вы можете прийти пожаловаться десятый в тысячный раз на своего партнера или попросить о фандрейзинге но до 11 все закрыто и думаю вам нужно быть очень смелым и упрямым и защищать свое время практики и я действительно беспощаден и непреклонен до 11 я никого не принимаю и последнее он говорит ламрим и лоджонг это не книги это чувство ламрим не в книге лоджонг не в книге это чувство в вашем сердце если вы ищите лоджонг то он не столько в книге это чувство ощущения в вашем сердце и мы возвращаемся к лоджонгу в семи частях который хранился в тайне по крайней мере 300-400 лет и он довольно более длинный и некоторые мастера утверждали что что великий будда преподал лоджонг и тогда ему уже две с половиной тысячи лет но мы возвращаемся к лоджонгу дундума и он дает нам некоторые намеки на то как практиковать лоджонг до конца жизни и после этого мы перейдем к шести совершенствам сейчас когда у нас есть бодхичита мы можем перейти к шести совершенствам сейчас мы обладаем желанием просветления и мы можем начать шесть совершенств и он говорит колок повторите пожалуйста колок и есть два вида колок есть колок в тибетский это очень они говорят очень со странным акцентом и это такой вид войск но этот второй колок другое произношение это означает не делайте совершенно противоположного лоджонг должен быть увлекательным и разговорным я не могу использовать ругательство во время лоджонга и я не буду возражать если вы жене то моей не скажете колок означает не практикуйте наоборот и это совет чикавы он его не записал он просто его сделал достоянием общественности примерно в 1100 каком-то году и он затем говорит колок друг что такое тундрук это последовательность практики йоги лок друг означает шесть разных противоположных практик он говорит вот шесть разных способов которыми я хочу чтобы вы этого не делали и здесь и здесь вырезают слова гешила когда я говорю делайте это не делайте того и затем вырезают мои слова и публикуют я говорю не заигрывайте с женой своего друга они вырезают частицу не и говорят заигрывай с женой с друга и говорят что я так сказал скажите сепа голо что означает сопа терпение но у него также есть множество других значений терпение означает обычно не расстраиваться когда что-то идет не так но это также означает быть в состоянии выполнять длительное какое-то задание и не расстраиваться сохраняйте терпение все закончится в следующий понедельник вы счастливо будете пребывать на борту самолета с освежающими напитками сопа означает не теряйте присутствие духа кова означает сложности когда наступают сложности с практикой лоджонг в английском мы говорим оскальтесь и продолжайте да но дайте мне еще еще мне но мне еще от вести давайте мне еще вот так давайте это значит будьте крутым парнем крутым жизнь продолжит наносить вам удары и вас могут хорошенько ударить по лицу утром вы можете потерять все деньги и вы так ну ладно давайте как что-то еще затем вы получаете счет за что-то чего вы не покупали после обеда с утра вы потеряли все деньги а в обед вы получили счет сопоколог означает будьте крутым парнем что касается правильных вещей некоторые люди будут проявлять свою крутость по отношению к каким-то глупым вещам например к ремонту машины я ремонтировал машину где-то восемь месяцев это тоже называется сопа мы восемь месяцев восемь месяцев мерили с тем чтобы ремонтировать этот фольксваген и это вид сопа вид терпения вид вид такой выносливости и они говорят это коллог это не та выносливость которая нам нужна мы не говорим о том чтобы пытаться починить машину восемь месяцев это не лоджонг это не выносливость лоджонг то что нам нужно это не злиться на жену или мужа восемь месяцев спустя абьюзивных отношений вы можете сказать да это сопа это терпение я имею в виду словесно вот так бурчат ва 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 а вы так ну ладно дорогая и восемь месяцев хорошо дорогая так я же ничего не сказал хорошо дорогая и это лоджонг это не выносливость когда вы работаете это эмоциональная выносливость выносливость вашей любви которые продолжают вас атаковать а вы продолжаете отвечать им любовью это истинная выносливость это не то чтобы вы год за годом вели бухучет ACI это тоже вид вид выносливости но это не точности лоджонг у нас их шесть давайте следующие пять изучим позже у нас же сегодня два занятия вопросы и ответы нам нужен вот этот большой куб пожалуйста осторожно я начинаю нервничать когда вы его бросаете так что будьте осторожны с ним у меня есть вопрос прекрасно мы здесь были в октябре началась вторая война у нас уже первая была и и в апреле сейчас третья война началась да третья я не знаю честно говоря вчера иран атаковал израиль как нам мудро использовать наше время как нам мудро использовать свое время здесь может быть у вас есть какое-то предложение которое нам не приходит в голову да я повторю кажется каждый раз когда у нас каждый раз когда у нас происходит здесь ламрим ретрит начинается начинается новая война что нам делать как как нам что нам делать как нам использовать это время я не думаю что мы очищаем нашу прошлую плохую карму дело такое хорошее дело как сейчас иногда когда вы делаете что то действительно хорошее хорошее это просто вскрывает гнойник всего плохого иногда мы делаем что то очень хорошее и это пробуждает наши прошлые плохие семена и происходит какая-то катастрофа я не думаю что сейчас это вот то что происходит я думаю что это я бы сказал я вырос сто лет назад мой отец был военнослужащим во второй мировой войне он и отец моей жены были алкоголиками и полностью совершенно серьезно поломанными войной людьми они вступили в войну когда им было восемнадцать девятнадцать лет и они никогда не справились с этим и умерло сто миллионов человек думаю что если вы будда который сейчас смотрит на эту планету и и и есть потенциал если есть потенциал убить миллиард людей в несколько в следующие несколько дней но и мы могли бы добиться какого-то прогресса но я думаю что мы не думаем об этом например с проблемой голода когда я рос в индии была очень большая проблема голода миллионы людей умирали сейчас частично из-за компьютеризации голод практически удалось преодолеть за исключением того когда идет война и нет возможности доставить пропитание людям я думаю если посмотреть на это с точки зрения пожилого человека все очень запутано и поломано у нас очень много работы но я думаю также нужно думать о прогрессе о том что лоджонг все еще существует и ламрим существует и есть множество прекрасных вещей которые тоже происходят поэтому я думаю что нужно быть павлином и замечать и хорошие и я тоже так себе вел я думал да всем моим украинским друзьям нужны нужна помощь и это тяжело мы сюда привезли двух людей но это тяжело и финансово и организационно поэтому постарайтесь помочь кому можете мой брат отправился в польшу и делал бутерброды он приготовила не приготовили 300 тысяч бутербродов а затем его руководители команды убили на прошлой неделе в газе если вы практикуете лоджонг то сделайте что то помогите кому то если мы все это сделаем то все получится все наладится проблемы глобальные тысячи и тысячи людей умирают и я не думаю что если мы будем думать как мне спасти десять тысяч человек я не думаю что это поможет думайте о том как помочь одному человеку если вы думаете как помочь одному человеку в пределах своих возможностях и мы все это сделаем то знаете есть известная история каждый миллиард лет или около того это планета тает плавится происходит атомная война на этой конкретной планете и вся планета горит все люди погибают все все формы жизни погибают и предположим что есть сфера бобов богов где-то там над нами сфера форм с вера без форм сфера желаний боги и молодые которым всего лишь 800 тысяч лет они говорят о смотри ка смотри земля горит вся покрыта огнем а более старые боги говорят да ладно они постоянно это делают успокойтесь не не волнуйтесь совершенно это постоянно так у них так что думаю когда вы доживете до моих лет и когда вы видели это столько раз вы просто спокойно работаете помогаете другим не не стоит слишком расстраиваться впадать в панику я был во вьетнаме и предполагалось что я буду сражаться во вьетнаме меня отправили в тюрьму если вы отправитесь туда сейчас мистер бин и другие они так добры и дружелюбны по отношению к нам знаете все меняется жизнь продолжается нам просто необходимо продолжать делать то что в наших силах чтобы помочь но если вы волнуетесь о миллионах людей не сходите с ума по этому поводу лоджонг означает начните с тех кто рядом с вами сделайте то что можете по мере своих сил и не слишком вовлекайтесь война на этой планете ничто по сравнению с войнами которые происходят на миллиардах планет вы не можете позволить этому прибить вас вам необходимо быть павлином сегодня и если достаточное количество людей встанут и будут павлинами я совершил ретрит вероника мне кабинку для ретритов помогла организовать в лесу я три недели и и там постоянно были вот такие звуки как будто тысячи голосов и я спросил владельца что это за шум такой и а у них там ферма павлинов по соседству и я сказал я же тут трехнедельный ретрит провожу извините я не могу заткнуть всех павлинов и приказать им замолчать просто выполняете ретрит так хорошо насколько только можете хорошо еще один вопрос ким это вопрос из онлайн дрожайший гешила если я не хочу жить миллионы и миллиарды лет я просто я хочу ускорить процесс насколько это можно возможно как лучшим образом использовать ладжонг в повседневной жизни как использовать ладжонг чтобы быстро справиться со всем ускориться я думаю это похоже на вопрос инны вам нужно просто иметь отношение с тем что вас окружает используйте ладжонг в тексте он говорит сфокусируйте практику ладжонг на высоких кармических объектах вокруг вас то есть на вашем учителе ваших врагах ваших близких родственниках соседях людях с которыми вы работаете это объекты павлины вашей практике люди с которыми вы постоянно общаетесь они может не очень увлекательны и праздничные но вам нужно начать практику ладжонг со сложными людьми вашей собственной жизни с теми кто вас окружает я думаю что если у вас есть намерение преодолеть миллиарды лет проблем то у вас выбора то нет вам нужно начать с людей рядом с вами с высокими кармическими объектами вокруг вас это те кто вам не нравится и ваши родители учителя соседи и те с кем вы работаете начните с тех кто вас окружает не волнуйтесь о миллиардах начните с четырех пяти людей людей это называется и постепенно будут отражения в миллиардах людей вы справитесь с десятью людьми вокруг вас и они и это будет иметь воздействие на миллиарды когда мы выполняем подношение огня и дым от огня поднимается а огонь благословен я надеюсь что мы не подожжем всю землю подумайте о том дымке который поднимается и отправляется в небо возносится туда рано или поздно он коснется всех людей во всем мире рано или поздно рис который вы бросили в огонь коснется людей в газе или украине или где бы то ни было еще и это лучшая мотивация которую вы можете обладать когда практикуете лоджонг с теми кто рядом с вами рано или поздно это коснется всех людей в мире только так это может мы можем прикоснуться ко всем людям в мире так у нас сейчас двойная двойной перерыв для того чтобы освежиться 30 минут причина и следствие и так 30 минут перерыв до следующего занятия кто хочет Продолжение следует...